Вещам свойственен износ. Как правило, любая одежда, обувь и техника со временем теряют свои качества, однако бывает и так, что следы износа могут рассказать интересную историю их появления. От кирпичной стены из камьи до пола в храме. С вами канал ТОПХАЙП и сегодня мы покажем вам невероятно изношенные вещи, истории которых просто поражают. Ну и перед тем, как мы начнем, я напоминаю вам, что вы можете с вертушки пробить кнопку подписки на канал, чтобы не пропустить новое видео уже завтра. Ну а теперь погнали! Кирпичная стена. Если вы доберетесь до места учебы или работы на велосипеде, то наверняка оставляете его на одном и том же месте. Один мужчина ездил на работу на протяжении более 20 лет и каждое утро парковал свой велосипед рядом с кирпичной стеной, таким образом, что одна педаль слегка опиралась на стену. Поскольку он делал это на протяжении десятилетий, то с течением времени на стене начал появляться изгиб. С каждым годом он становился все больше и больше. Даже когда у него появился новый велосипед, мужчина неизменно ставил педаль в одну и ту же точку. В какой-то момент изгиб стал настолько большим, что велосипед мог стоять, опираясь только на это углубление. Удивительно, что такая небольшая вещь, как педаль, может победить кирпичную стену. Правда, конечно, на это потребовалось более 20 лет, но это лишь подтверждает, что в жизни возможно все. Главное – это терпение. Еще одна кирпичная стена Еще одна кирпичная стена в нашем списке, правда, слегка в другом контексте. Всем нам известно выражение, что вода точит камень. Да и не только камень. На одном из пляжей некогда располагалось кирпичное строение, которое было решено снести. Так получилось, что часть стены попросту рухнула на песок, и никто не захотел увозить ее на свалку. В итоге кирпичная стена ушла под воду и вновь показалась на суше в один из отливов. Кто-то из проходящих мимо людей обратил на нее внимание и решил запечатлеть столь необычную форму стены. На фотографии видно, что вода придала кирпичам волнообразную форму. Такое ощущение, что по стене проехал какой-то монстр трек. Но на самом деле во всем виноваты течения. Это в очередной раз показывает, на что способна природа. Кока-кола Если вас попросят назвать материал, который легко изнашивается, то, скорее всего, первым на ум придет металл. Если вы когда-либо оставляли инструменты или другие металлические вещи на ночь под дождем, то наверняка видели, как на утро они были покрыты ржавчиной. Примерно то же самое произошло и в этом случае, но не с инструментами, а с банкой от Кока-Колы. Удивительно то, что банка износилась ровно наполовину. Ее верхняя часть практически полностью потеряла цвет, в то время как нижняя выглядела так же, как при покупке. Как же такое произошло? Один мужчина из США был на отдыхе в своем летнем доме. В день отъезда он случайно оставил банку с прохладительным напитком в подстаканнике своей уличной скамейки. Мужчина вернулся в это же место только спустя два года, а когда обнаружил забытую банку, то сильно был удивлен ее состоянию. Поскольку нижняя часть была закрыта подстаканником, то она почти не пострадала, в то время как верхняя часть сильно потрепалась из-за воздействия дождя, солнца и снега. При взгляде на фото кажется, будто банку перекрасили в фотошопе, но нет, все дело в силе природы. Здание Мы все знаем, что мегаполисы далеко не самые чистые места на планете. Машины, фабрики и заводы – все это очень сильно загрязняет окружающую среду. Конечно, сложно представить, насколько на самом деле загрязнен воздух в крупных городах, поскольку вредные вещества не видны обычному глазу. Но наш следующий пример поможет вам в этом. В одном из американских городов решили обновить фасад жилого здания, вернее, очистить его при помощи мойки высокого давления. Жители дома были уверены, что их здание сделано из черного кирпича, однако, когда рабочие приступили к делу, то оказалось, что настоящий цвет кирпича бежевый. Позже выяснилось, что к фасаду здания не прикасались в течение 40 лет. За это время он успел покрыться черным слоем от выхлопных газов и прочих выбросов. Согласитесь, эта история поражает и ужасает одновременно. Если за 40 лет здание приобрело столь темный оттенок, то, что происходит с легкими человеком, который живет в мегаполисе всю жизнь. Велосипед Итак, мы уже видели, что велосипед может оставить след на кирпичной стене. Но что насчет дерева? Тут все обстоит немного иначе. Этот велосипед висит на высоте двух метров, наполовину вросшим в дерево. Как же это произошло? С этим связана одна интересная и трогательная история. Велосипед принадлежал 17-летнему польскому юноше, который приковал его к дереву за несколько минут до того, как его отправили на Вторую мировую войну, с которой он так никогда и не вернулся. Однако его велосипед никуда не делся, и так и остался стоять на своем месте. Легенда гласит, что родители юноши намеренно оставили его прикованным к дереву, чтобы это было напоминанием им самим и всем вокруг об их сыне. Шли годы, и дерево становилось выше, постепенно поднимая вместе с собой стоящий рядом велосипед. Сейчас он уже полностью врос в ствол дерева и служит напоминанием о тех ужасах, которые несет война. Барбершоп Все парни время от времени ходят в парикмахерские барбершопы, чтобы навести порядок у себя на голове. Эти места всегда открыты, и в них постоянно кипит работа. Что же может там износиться? Стулья, ножницы, лезвия. А как насчет пола? Ведь парикмахеры и барберы постоянно ходят вокруг своего кресла, нарезая по несколько сотен кругов в день. На этой фотографии можно увидеть, как в одном из барбершопов в США со временем появились характерные полукруги рядом с каждым креслом. И нет, это не дизайнерская задумка. Все дело в сотнях, а то и тысячах стрижек, которые были сделаны в этом салоне. Банк Что нам меньше всего нравится в банках? Правильно, это очереди. Порой кажется, что они отнимают целую вечность. К счастью, постепенно все услуги становятся доступны онлайн, и эта проблема исчезает. Однако раньше люди могли часами стоять на ногах, ожидая своей очереди. Только посмотрите на эту фотографию. Рядом с каждым окном можно увидеть вмятины, которые остались от ног клиентов банка. И дело здесь не в толстяке, который обратился в каждое окно. Просто каждый день банк обслуживал сотни клиентов, каждый из которых слегка проминал пол под своим весом. И спустя время на нем появились характерные вмятины. Однако следующая история поразит вас еще больше. Храм Одна из отличительных черт любого монаха – дисциплинированность. Им нужно всегда соблюдать особый порядок молитвы. Благодаря этому одному китайскому монаху в буквальном смысле удалось оставить след в этом мире. Дело в том, что на протяжении нескольких десятилетий он приходил в один и тот же храм, чтобы произнести молитву. Он выполнял этот ритуал столько раз, что его следы глубоко въелись в деревянный пол монастыря. Монах никогда не изменял установленному порядку. Каждый день перед восходом солнца он приходил в храм, вставал на одно и то же место и на долгое время погружался в молитву. За несколько десятилетий деревянный пол под его ногами протерся и сохранил его отпечатки. Монах надеется, что его посвящение и обязанность к молитвам помогут ему достигнуть плавного перехода к загробной жизни. Руки Всем известно, что время течет очень быстро, однако порой мы об этом забываем. Эта фотография может служить хорошим напоминанием. На ней изображены две руки. Одна из них принадлежит молодой девушке, другая – ее бабушке. При взгляде на это фото сразу задумываешься о том, как сильно мы меняемся в течение жизни, а также как быстро и незаметно могут пройти эти изменения. Жизнь может пролететь незаметно и многие вещи могут измениться до неузнаваемости, а многие и вовсе исчезнуть. Именно поэтому в качестве сегодняшнего бонуса мы расскажем вам о пяти вещах, которые исчезнут уже через несколько десятилетий. Самым популярным паролем до сих пор остается 123456. За ним следуют оригинальные 7 единицек или QWERTY. Удивительно, но люди ленятся придумывать комбинации, которые защитят их важные данные и драгоценные аккаунты в социальных сетях, забывают пароли и контрольные вопросы, да и в целом не умеют с этим обращаться. Очевидно, что пароли не являются самым эффективным способом аутентификации. Большинство современных телефонов уже можно разблокировать отпечатком пальца. Дальше в устройствах пойдут в ход технологии биометрического распознавания лица, сетчатки глаза, речи или даже поведения юзера. Поэтому совсем скоро пароли наверняка навсегда исчезнут. Очки Контактные лензы не смогли полностью заменить очки, но лазерная хирургия глаза может. Такая операция длится всего 10-15 минут и является совершенно безболезненной. На сегодняшний день с помощью лазерной хирургии можно полностью избавиться от близорукости, дальнозоркости, катаракты, астигматизма и многих других заболеваний. Данные показывают, что более 95% довольны результатами операции. С каждым днем лазерная хирургия становится все менее опасной и более доступной в финансовом отношении, набирая все большую популярность среди населения. Флешки Информацию на флешки легко переносить с одного ПК на другой. Однако облачное хранение позволяет и вовсе не держать данные на одном конкретном носителе, представляя доступ к информации с любого устройства. Данная технология очень проста. За небольшую плату пользователю представляется место на одном из многочисленных серверов онлайн-хранилища. Благодаря облачным серверам полностью отпадает надобность во флеш-картах, дисках и прочих носителях. CD-диски Музыкальные компании и дистрибьюторы предсказывают, что CD-диски находятся на последнем издыхании. Спасибо стриминговым сервисам и, конечно же, iTunes. Самые пессимистичные прогнозы гласят, что дискам придет конец уже в 2036 году. По последним данным, за август 2019 года продажи CD достигли своего минимума с 1991 года, впервые упав ниже 4 миллионов. Для сравнения, эта цифра составляла 4,8 миллионов годом ранее. Но что еще интереснее, так это рекордные продажи винила. В ноябре 2018 года продажи пластинок прыгнули вверх, вернувшись на уровень 18-летней давности. В Великобритании за год продали более миллиона штук. Возможно, там просто появилось очень много диджеев. Ну а в комменты напишите, как вы думаете, что исчезнет в ближайшие пару лет. А также, если вам было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и врубайте колокольчик, чтобы не пропустить все самое интересное уже завтра. Спасибо за просмотр, а также заоценивайте предыдущие выпуски. Субтитры сделал DimaTorzok